Активисты регионального отделения «Молодой гвардии» объединили усилия с фондом социальной помощи студентам «Студфонд». Вместе они проверяют доступность избирательных участков для маломобильного населения области к предстоящим выборам. Главная цель нашего мониторинга – это создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями движения в день голосования. На сегодняшний день большинство избирательных участков находятся на территории детских садов, школ, больниц, и многие из них уже оборудованы для лиц с ограниченными возможностями движения. Ребята уже успели проверить свыше 150 избирательных участков по всему региону. В планах мониторинг не меньше половины от их общего количества, а это порядка 500 объектов. «Мы проверяем наличие пандусов, вспомогательных перил, кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями, также парковочные места, которые оборудованы специально вблизи с избирательными комиссиями, а также вспомогательные лифты». В лице номер 11 отдавать голоса. В день выборов, как правило, приходит порядка 4,5 тысяч жителей железнодорожного района, включая маломобильное население. «Избирательные участки у нас располагаются только на первом этаже. Это в конференц-зале и в актовом зале. Поэтому, собственно, любые граждане, и маломобильные в том числе, могут спокойно прийти к нам на избирательные участки и проголосовать». Школа оборудована пандусом, перилами, удобной для инвалидов и пороги здания. А вот специальной парковки молодежь так и не отыскала. Не оказалось ее и на территории соседнего 40-го лицея. Учебное учреждение также имеет пандус и перила. А за слов руководства, школа для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь оборудованы туалеты. Однако удостовериться в этом не удалось. Внутрь лицея молодых активистов и нашу съемочную группу так и не пустили. Все результаты мониторинга инициативная молодежь направит в Центральную избирательную комиссию для составления единой карты доступности выборов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.